что я наконец-то добралась до водоема до залива сама пакет буду собирать немножечко ракушек честно скажу я вам сто раз говорила что я бы очень сильно хотела жить на мексиканском заливе на этой стороне флориды чем вот где живу сейчас я так что нужно 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 делать все я уже иду 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 уже обратно я не могу хотеть я помню что были красные наши домики походу что я заблудилась телефон еще нифига не ловит здесь вообще если там где я живу у меня было 43 теперь здесь показывает 5 я не знаю и нифига не ловит телефон ракушек собирала блин я надеюсь что где-то отель здесь находится потому что я не знаю что именно будет иначе нужно будет делать выходить просто на улицу на основную искать наверное и поискать дальше а вот вот подхожу попозже вот это здание вообще совершенно не помню что я здесь ходила скорее всего что я уже прошла наш отель и сейчас я выхожу я не знаю где в каком-то здании попытаешься выйти на основную улицу и посмотреть блин там забор стоит жесть где мой долбаный отель я прошла его идем обратно надеюсь на эту это просто пипец вот так не заметишь среди этих домов там внутри что-то красное нашла я наш отель так еще подойти к нему вообще боже мой заблудилась конкретная ушла кстати нормально так далеко в ту сторону народу как видите понедельник принципе так что народ отдыхает все вспотело употело обгорело блин как классно на улице я такая сейчас солнце вроде скоро садится и не так уже жарко какой-то такой прохладный ветерок появляется ну и появляются эти мошки которые кусачие вечно так что нужно о кролики боже мой я так близко вот прямо здесь что я напомнилась просто неожиданно если они на пляж эти штуки больше не выставляют пока лежачки прикольные сейчас поваляюсь может быть надо тоже принять я так души не приняла и мы должны поехать уже не потому что очень много народу здесь и просто все места будут наверно забиты людьми так что надо успевать блин какой же кайф одного дня конечно же мало завтра мы уже поедем обратно было бы классно если бы здесь остались подольше ничего в следующий раз прикольно мне нравится вот в этом отеле очень классно просто мы другие отели никогда не ездили все время один и тот же ездили как бы привыкли так а потом что у нас плывет не крокодил или случайно видите блин фига себе ты с ним подойдем посмотрим что же там такое здесь есть черепахи я знаю уже видела до 2 2 черепахи до 2 черепахи прикиньте я думал что ты крокодил здесь есть значки что здесь могут родиться и крокодил и змеи принципе это флорида так что не удивлюсь если это и есть крокодил подойдем посмотрим уже с вами любим как говорится рисковать да так здесь на нас никто не выпрыгнет сейчас черепахи это черепахи так что это не крокодил у нас не сидят не переживайте кролик сидит видите он замер я их боюсь они меня боятся вообще вот такая у нас здесь природа вокруг нас класс 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 мне нравится здесь ты приезжаешь на просто реально отдыхаешь и как говорится и душой и телом я знаю что многие могут подумать а зачем тебе ехать на другое побережье если у тебя больше на улице у тебя здесь бассейн океан и все такое не знаю кто живет здесь тот меня наверное понятно что ты не чувствуешь себя как на отдыхе там то где где ты живешь не знаю почему сколько раз я не пыталась найти не решалась пойду-ка я выйду на океан по еду-ка я выйду на на бассейн поваляюсь отдохну но я не могу я не знаю почему я не знаю как это объяснить я знаю что они не одна такая многие люди тоже кто живет так вот в океанах совершенно не чувствуешь себя что ты знаете а вот этого нужно садиться ехать на другое побережье флориды чтобы почувствовать немножко и расслабиться и отдохнуть и мозгами и телом и вот этот остров сани болота реально такое место где я могу отдохнуть и расслабиться вот здесь от более оживленное такое местечко но вот в отеле где мы были в дара до этого там они были очень маленькие такие маленькие уютный отель особенно один которым останавливаясь последний раз это видео у меня тоже есть и там очень мало народ поэтому чувствуешь себя очень уютно мне нравится такое состояние я тут смотрю по сторонам чтобы никаких крокодилов нибудь не вы не выбежал здесь все спокойнее все тихо эти сумасшедшие люди не выходят только знаете знаете где большие какие-то города где-то много народа где что-то есть здесь в принципе одни крокодилы и одни не знаю и вода и поля ничего здесь нету здесь нечего грабить некого грабить никому они здесь не интересны их протест совершенно поэтому вот так вот и живем всем доброе утро с острова время 6 20 утра и как обычно папа по традиции по старой верной иду встречать рассвет собирать ракушек прогуляться возле воды и потом номер будем будем кэтрин и пойдем завтракать там ресторанчик 8 утра у них завтрак начинается потом может возьмем на часик покатаемся на велосипедах и не будем выбираться в сторону наши собачки совсем заскучали скорее всего что кстати про собачек если в этом отеле можно с собой приводить собак кому интересно этот отель мы в первый раз останавливаемся он не просто отель это это резорт прямо здесь есть много всего интересного я вам уже показывала называется он сани bell island beach resort кому интересно будет здесь остановиться в следующий раз здесь можно собой привозить собак до 60 паундов если не изменять память 75 за собаку то есть если бы я привезла собой двух собак я бы заплатила 150 долларов что полцами отеля можно сказать отель здесь стоил 227 бассейн посмотрим пока никого нет или уже кто то есть никого нет сунтика классно он глубокий такой еще классный вот такая вот если нас красоте не если вы собираетесь поехать на сани был в эту сторону форт майер сани был обязательно собой нужно брать спрей не знаю продается он в других городах здесь он их магазина продается везде называется спрей для мошек который называется ноусе ноусе из то есть они невидимые и они тебе просто кусают и грызутся потом это все чешется уже смогли первый раз сюда приехали мы об этом не знали и залетает и пошли просто и нас конкретно всех искусали после первого приезда конечно же мы знаем теперь всегда есть собой этот спрей так что такие вот дела обожаю здесь обожаю этот остров кролики вам опять сидят несмотря на то что марка айланд значит тоже вроде начальство езды поближе находится и тоже находится как раз таки на вот этом гольф заливе гольфов мексико но не знаю почему все таки сани полы я получаю такой кайф не знаю как это писать не здесь очень и душу и телом отдыхается как я вам сказала так на что здесь будет у нас происходить видите вот я шла здания такие идут и вот здесь маленькие внутри этот отель его даже незаметно поэтому я вчера не заметила и пошла мимо 15 минут в эту сторону и тащилась обратно идем смотреть рассвет этот отель находится прямо вот здесь очень рядом рядом находится отель которым останавливались прошлый раз и много раз и там же находится этот маяк у них здесь местные знаменитые и вот здесь будут будет видно рассвет там вдали видите здание это у нас форт майорс бич и так понимаю смесь сколько ракушек у нас если у нас на океане час все водорослях здесь просто идеально чистого дам нереально красивая сайте как раз и здесь так тихо спокойно классно 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 а отель в котором мы останавливались еще в другом отеле когда мы с собаками ездили туда вот назад что больше он закрыт до сих пор после карантина и он открывается только с двадцать шестого июня если мнение изменяет память то есть на неделю позже открываться дела сани был вот такое место я могу просто выйти в шортах оставить шлепки прямо там возле отеля и не париться что у меня кто-то украдет или еще что-то у меня нет собой газовый баллончик и ничего такого как по сравнению с майами где мы сейчас живем здесь меньше всегда собой газовые баллончики он сказал у меня есть машине битом бейсбольная до чего дожили да даже не знаю достанет живу не само моей маями где может быть что-то еще случится но все равно кто знает всю свою знать какой там страх какую-то опасность садишься в машину просто на парковке где-нибудь возле магазина еще где-нибудь или камеры головы и просто оглядываешься по сторонам стали показывать по новостям что там на парковках на людей нападают так вообще неоткуда очень страшно реально страшно сани был такой местом где я могу выйти без бейсбольный бит без газового баллончика выйти прогуляться от цели туда обратно и даже не оглядываясь и не задумываясь что вдруг дай бог за не тут подбежит нападет или еще что-нибудь если только кокодилы и змеи вот я думаю вам дала максимально понять что такое этот остров очень тихо спокойно здесь добрые приличные люди здесь нет грязи то и что творит всякие беспорядки я нагулялась на собирал немножечко ракушки уже много не собираю как раньше потому что они до сих пор лежат там когда мы последний последний до этого сразу ездить полтора год назад что ли у меня до сих пор ракушки лежат представляете я приезжаю все время собираю новые потом их складирую потом их выкидываю опять собираю вот так вот открылась пляж заходите вот так вот выглядит поста нашего территория скажем так кролики везде весь бегают это в порядке так что прийти когда сюда прийти не пугайтесь здесь у нас гамаки территория бассейна вот здесь маленький теннис мучера скатерин играли довольно было их понравилось такие всякие стульчики бассейн у нас пока пустой люди либо спят либо еще что-то пока только кролики маленькие гуляют посмотрите сколько их много я сейчас пойду в номер хочу сделать кофе потому что время еще 7 метра завтрак будет только 8 откроется сделай кофе выпей кофе может все к собачками нет с беленькими там дали попробуем следующий раз когда приедем сюда собак с собой взять крокодил крокодил в воде блин он не видно реальный крокодил я не думал что там могут быть крокодилов жесть а если он вылезет он же нападет на кого-то на космот вы видите голова крокодиле глаза видите нужно быть осторожны сразу же мне вспоминается случай в орландо тоже этом отеле был диснея какой-то тоже с такими искусственным озером и ребенок там бегал он кажется в маленький до таких где он пить его потеряла вот он ведь его мартишка маленькая мартишка вылезет там окажется такой огромный аллигатор поэтому нужно быть осторожны они могут допустим вот там маленькая такое водоем какой-то он мог оттуда просто вылезти спокойно и перелезть сюда в искусственное озеро то есть никогда не знаешь где ты встретишь крокодилов вот одна из причин почему в таких водоемах во флориде не купаются потому что крокодильщики да 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 он легко и спокойно кстати может вылезти и вот сюда пройти вот так вот сюда пойти а все лягушки у нас есть вчера когда возвращалась номер маленькие только что родившиеся лягушки там прыгали какой-то есть сезон когда они плодятся здесь конкретно часть гуляла в темноте если бы на меня крокодил напал вот так вот и живем в флориде с крокодилами змеями пауками вот этот водоем про который я говорила там как раз киваются крокодилы поэтому легко оттуда просто вылез и зашел в тот водоем я не знаю почему они не поставят здесь найти какую-то ограду сетку потому что во многих местах если знаешь что крокодилы ставится такая сетка какая там птица красивая красная красная блин не видно жалко далеко для камеры это весь вот такие вот здесь здания вот это одно здание получается и это это второе и у них с этой стороны с другой стороны есть номера а мы живем в третьем здании в самом первом где находится этот ресепшен всем покажу уже отсюда когда вы увидите это видео мы уже отсюда съехали так что можно показывать не бояться мизури посмотрите здесь у нас есть вот она птица красивая под машина залезла поезд слышите как здесь парковки это на эту сторону и на той стороне вообще там парковка все заняты то есть забиты конкретно все так что народ отдыхает народ устал от карантина сколько можно теннисный кортам так связи есть вот ресторанчик где должен быть завтрак 8 часов открыться здесь какие-то цветы где-то растут потому что запах каких-то цветов таких непонятных каких я не могу пока сообразить этих что ли вот наша комнатка 104 мы начали ломиться думали что у нас 102 начали ломиться 102 но оказалось 104 из комнатки эти выходите у нас здесь прямо такой небольшой садик для нас полугая и вот здесь вот идет выход я сам покажу ресепшен там какой-то есть магазинчик можно приобрести какие-то сувенирчики хотите ну и вот сам сама территория дороге когда вы заезжаете вот так вот это выглядит и зуб этим зданием там стоят велосипеды в рент можно и брать который я и возьму несмотря на то что даже они чатят за это 3 доллара прокатиться очень хочется дела кайф нереальный просто кайф вы не представляете хочется взять и просто остаться на этом острове навсегда все время вы знаете я все время сюда приезжаю мне так здесь кайфово просто сейчас снова возвращаться в жизнь в реальную все эти забастовки и политические всякие вещи с эти прополитические вещи один из этих членов вот этого будем называть уже партии они уже свою партию можно сказать выдвинули как политическую одна из политических партий которые вот это би м белым будем так так она называется да но мы будем называть знаете чем по-другому как-нибудь короче неважно как она называется один из ее членов где-то уже на социал-медиа по новостям уже везде показывает что он сказал что фигура иисуса это тоже что-то связано с расизмом и поэтому фигуру иисуса нужно тоже снести снять отовсюду так же как памятники а в простом позволит ли ему сделать это церковь позволит ли вообще кто-то сделать потому это это уже не лезет ни в какие рамки памятники по моему мнению сносить не лезть ни в какие рамки а тут вообще касается на всего человечества религии истории всего всего и какой-то изменяюсь там непонятно кто решил что это связано там с чем-то и нужно срочно снести того что совсем уже что ли задурели просто они уже решили на святое реально на святое нападать вот за это мне кажется точно нужно садить надолго чтобы такие люди реально по просто сели и подумали и дать им книги из истории совсем совсем чтобы они сидели и изучали историю нашей нашего человечества про иисуса немножко прочитали про все 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 библию поспочитает может быть поймут они когда-то что я осознаю что творят они просто кошмар что так что там за звуки сзади меня дятлы какие-то или кто я не знаю помните в другом отеле когда мы останавливались с собаками там были два дятла в пальме была такая дырка там был дятел вообще жесть мы пришли на завтрак вот наш котель и вот здесь прямо завтрак заказали покушать ресторан еще пустой но они только открылись мы самые первые самые голодные мой завтрак такой вот сегодня панкейки ну что мне дали заветный ключ от велосипеда стали подписать бумажку 40 долларов в неделю можно брать для 3 доллара в час номер 9 у меня значит велосипед вот этот сейчас мы его будем отстегивать где он отстегивается только он даже не пристегнут даже не пристегнут а я приехала к отелю когда-то в котором мы останавливались вот в этом мы останавливались и вот за этими березками березки и пальмами находится тот самый где мы последний раз к этим были сонгов до си который маленький дорога здесь конечно же так себе поэтому выезжая на обычную дорогу и поедутся вся мокрая прокатилась по острову называется 45 минут проехала весь остров можно сказать не потерялась в этот раз крокодил змей не нашла и не искала уже подъезжаю к тем сейчас буду сдавать велосипед немножко умоюсь беремся и уже будем поезжать домой так не хочется так не хочется